Вот всё, что я рассказываю, в конечном итоге, смысл-то этой лекции и вообще цель что? Значит, на что мы выйдем? Надо так организовать жизнь суперсистемы, то есть жизнь человеческого общества, чтобы мы работали на достижение цели, которые поставлены по отношению к суперсистеме, то есть к нам. А цель кто поставил? Бог. Поэтому мы должны распознать эту цель, мы об этом уже говорили. А для этого все элементики суперсистемы должны обладать определёнными знаниями, пониманием происходящего. Нас сейчас лишают такого знания. Дальше мы должны, а с другой стороны, мы как элементики суперсистемы, среда на нас воздействует? Воздействует. Поэтому мы вынуждены подчинить свою деятельность отражению факторов воздействия среды. В чём это заключается? Мы должны питаться, то есть должны пахать землю, добывать хлеб насущный, одеваться должны, перемещаться должны. Это необходимо делать. Поэтому как бы две задачи, не как бы, а две задачи. Одна задача у элементиков суперсистемы – обеспечить своё пребывание в среде устойчиво, а другая задача – работать на достижении той цели, которая поставлена по отношению к нам. А теперь так, если вся деятельность каждого элементика суперсистемы и всей суперсистемы в целом подчинена чему? А только подчинению, значит, выполнению задач поддержания пребывания в среде, то есть одеться, обуться, как у людей им не надо, то мы не работаем на достижение цели, поставленной нам свыше. Чувствуете? Всё. Так в какой системе мы живём? Мы живём как раз вот в такой системе. А надо как? Наоборот, так жизнь людей организовать, чтобы минимально необходимое время люди тратили на своё пребывание в среде, то есть обеспечение пищи и так далее, и максимум времени высвобождали. Для чего? Для достижения той цели, которая поставлена нам свыше. Всё. Вообще говоря, вот можно лекции дальше не читать. Всё понятно. Поэтому, например, если говорить о тоталитаристе Сталине, то он говорил с чего? Он говорил, рабочий день должен быть не более 4-5 часов, а остальное время люди должны тратить на самообразование, воспитание детей и так далее. А демократы что сейчас привели к чему, который за благо человека и так далее? Все трудятся с утра до ночи и, так сказать, впадают в стрессы, там как в Японии и прочее. И чего это? То есть мы работаем на пребывании в среде, и не работаем на достижении цели. И разговоров-то об этом нет. И это считается жизнью. Потому что Тальков и пел в той стране, в которой вы все не живёте. Почему? Потому что нельзя это жизнью назвать. Это не жизнь, а мучение. То есть это сатанизм в чистейшем виде. Ну ладно, значит, это вот как бы целый... Ради этого вообще...